Друзья, всем привет! Сегодня в этом видео я хочу рассказать о признаках, по которым можно понять, что пора менять автомобильный аккумулятор. Как владелец автомобиля с заводским аккумулятором, который проехал уже больше 8 лет, я могу поделиться своим опытом. То есть у меня получается, как вы знаете, наверное, уже кто подписан, автомобиль Lada Kalina 2012 года. И вот с 2012 года там стоит штатный заводской аккумулятор фирмы Acom. То есть ему, получается, в октябре 8 лет исполнилось, 9-й год пошел. В принципе, аккумулятор не должен вообще столько жить, теоретически. Стандартный срок службы аккумулятора это 3-4 года, то есть 3-4 года он без проблем служит. И далее уже все зависит от того, как вы его эксплуатировали, как обслуживали, как следили за ним. То есть если вы за ним следили, не давали ему полностью разряжаться, то в принципе 5-6 лет считается, что предельный срок службы аккумулятора. Далее это уже лотерея, как повезет. То есть может он сдохнет через 5-6 лет, может еще сколько-то прослужить. Но уже с каждым годом, получается, его состояние ухудшается, естественно. Теперь как же понять, что пора все выкидывать на свалку аккумулятор и покупать новый? Летом, в летнее время, в теплое время года, в принципе требований к аккумулятору особых нет. То есть даже полностью убитый аккумулятор, его хватает, чтобы машину завести, чтобы начать ехать. Соответственно, когда вы едете уже, аккумулятор подзаряжается от генератора. Соответственно, главное, чтобы машина завелась. Дальше уже как бы от генератора работают у вас фары, освещение, музыка и все остальное. Вся аппаратура электронная. Но все меняется, когда приходят морозы. То есть у нас, получается, есть определенный емкость аккумулятора, есть его заряд. Как только начинает на улице холодать, это все падает. То есть заряд падает, емкость аккумулятора уменьшается на морозе. И, соответственно, чем ниже температура, тем хуже становится ситуация. Соответственно, аккумулятор, который в летнее время спокойно заводил машину, зимой в один прекрасный день может вас подвезти. То есть вы выходите на улицу, на улице, к примеру, минус 15, похолодало. Только вчера машина исправно заводилась, ехала. Вы выходите, получается, заводите автомобиль, вставляете ключ, получается, поворачиваете. И чувствуете, что стартер очень вяленько крутит, получается, коленвал. То есть машина заводится с трудом. Может не с первого раза завестись. Может еле-еле крутить, но завестись в итоге. В самых худших ситуациях, когда, например, на улице вообще там минус 20, минус 25 стало, вы просто выходите, поворачиваете ключ, и аккумулятор, вернее стартер, никак не реагирует на это. То есть у вас, получается, грубо говоря, за ночь полностью сел аккумулятор. Это самый первый звоночек того, что пора задуматься о его замене. То есть если у вас машина не завелась в один прекрасный день, вы знаете, что у вас, к примеру, больше пяти лет уже аккумулятору, нужно задуматься о его замене. Естественно, не обязательно сразу бежать в магазин, сразу менять этот аккумулятор. Пока он у вас первый раз сел, вы можете его занести домой в тепло, подзарядить, проверить уровень электролита, то есть зарядить, еще какое-то время эксплуатировать. Если особо сильных морозов нет, то он еще может там до конца зимы прослужить без проблем. К примеру, у меня вот в том году уже были ситуации, когда аккумулятор с трудом заводил, но я его в тепло заносил, если сильные морозы были, я просто снимал его, домой заносил, подзаряжал раз в месяц для профилактики, и вот он в прошлую зиму отходил. Вот эту зиму, наверное, я думаю, не отходит, то есть уже один раз было, что у меня машина 4 дня стояла на улице на холоде без движения, холод-то был там даже минус 10 синее было, по-моему, то есть не сильно-то холодно было. Вот за 4 дня аккумулятор сел, то есть я выхожу, все, никаких реакций нету, я его занес, зарядил, сейчас поставил, сейчас вот уже думаю о замене. То есть до последнего я это тянул, сейчас уже приходит понимание, что пора. Теперь вопрос, как же продлить жизнь аккумулятору? То есть по замене понятно, то есть он у вас остарился, вы можете, все, он перестал у вас исправно заводить машину, вы чувствуете, что уже пришел его конец, вы старый аккумулятор не выкидываете, его можно сдать обычно в магазинах, на авторынках его принимают, там за 500, за 700 рублей можно старый аккумулятор сдать в обмен на новый, то есть вам делают скидку, вы покупаете новый. Далее, вы купили новый аккумулятор, поставили его на машину, теперь вопрос, как же продлить его жизнь? То есть вот у вас печальный опыт уже есть, первый аккумулятор у вас сдох, к примеру, теперь вы купили новый, вложили денег и думаете, как же продлить его жизнь, чтобы он максимально долго проработал исправно. Во-первых, самое главное, что ухудшает жизнь аккумулятора, это сильный разряд, то есть нельзя допускать полного разряда аккумулятора, обычно это бывает, если у вас аккумулятор новый, он может разрядиться, если вы, к примеру, забыли выключить фары, то есть фары забыли выключить, оставили на ночь, летом, в принципе, может полдня спокойно у машины стоять, за полдня даже она не разрядит аккумулятор, его можно завести. Зимой пару часов достаточно, чтобы у вас габариты остались включенные, чтобы полностью закончить энергию аккумулятора. Соответственно, вот эти вот полные разряды, они не очень полезны, они плохо сказываются на ресурсе батареи. Далее, что еще, как еще улучшить срок эксплуатации аккумулятора? Необходимо его периодически подзаряжать, причем это актуально, наиболее всего актуально для тех, кто передвигается в режиме работа дома, то есть каждый день небольшие поездки, с утра завел, минут 5-10 доехал до работы, заглушил, пошел на работу, целый день машина стоит, вечером опять завел, поехал быстренько там, либо в магазин заехал, либо сразу домой. То есть частые, но короткие поездки. Каждый день, получается, вы катаетесь, но не на небольшие расстояния. Соответственно, у вас аккумулятор расходуется на то, чтобы машину запустить, но он у вас не успевает зарядиться от генератора, то есть поездки небольшие, машина у вас не всегда даже прогреваться успевает в таком режиме. Вы приехали, машину поставили, заглушили, опять она стоит, опять аккумулятор потихонечку заряжается. Вы завели, поехали домой, опять он у вас от генератора не успел зарядиться. То есть постепенно, постепенно его емкость падает, получается, в таком режиме. Соответственно, чтобы такого не было, нужно либо куда-то ехать на трассу, но, естественно, не специально, чтобы заряжать аккумулятор. А вот бывает же, когда-то в ГОЗе, там едешь еще куда-то к родственникам. То есть если вы там раз в неделю, раз в две недели периодически куда-то выезжаете на трассу на дальние расстояния, когда у вас машина едет долго на высоких оборотах, это все компенсируется, в принципе. То есть от генератора все это восполняется, заряжается, и особо проблем нет. Если же у вас чисто городская эксплуатация, то есть такие короткие поездки на короткие плечи, то необходимо уже вручную подзаряжать его. То есть, к примеру, поездили там недели три или месяц, раз в месяц хотя бы нужно в зимнее время, тем более аккумулятор снимать с машины, заносить домой и ставить на зарядку на длительное время. Лучше всего ставить на зарядку маленьким током, но на длительное время, к примеру, на ночь. То есть вечер и поставили, всю ночь он у вас там подзаряжался, с утра сняли, получается, поставили и поехали. То есть это продлит жизнь аккумулятора. Далее, если у вас батарея обслуживаемая, то есть вот эти баночки, которые с электролитом можно открыть, их нужно периодически открывать и проверять уровень электролита. То есть обычно стандартная батарея, это у нас свинцово-кислотные, получается там свинцовые пластины находятся в растворе кислоты. То есть кислота это электролит получается. И, соответственно, нельзя допускать, чтобы вот эти свинцовые пластины находились на открытом воздухе. То есть они должны быть полностью погружены в кислоту. Поэтому, когда вы заряжаете аккумулятор, когда обслуживаете его, вы эти баночки открываете и проверяете уровень. Там где-то на сантиметр уровень электролита должен быть выше пластин. Если он ниже, либо достиг уровня пластин, то нужно обычно заливать дистиллированную воду и подзаряжать. Почему дистиллированную воду? Потому что, если вы не роняли аккумулятор, если из него как бы искусственно ничего не выливалось, то уровень электролита падает за счет испарения воды. То есть в нем находится электролит. Вода, получается, испаряется, особенно в летнее время, в жару, потихоньку она испаряется, и уровень падает, получается. Поэтому нужно заливать дистиллированную воду туда и подзаряжать. То есть вы воду удалили, получается, зарядили, а во время зарядки восстанавливается плотность электролита. И, соответственно, вы можете дальше безопасно эксплуатировать. Ну и такое общее уже требование. Необходимо следить за частотой батареи и за клеммами. То есть у вас батарея стоит под капотом, она находится в пыли, в грязи. Периодически надо тряпкой протирать сам корпус батареи и клеммы. Клеммы еще можно дополнительно смазывать токопроводящей смазкой. Это позволяет избежать тоже быстрого разряда, потому что когда батарея полностью грязит, там начинаются так называемые паразитные токи. То есть батарея сама себя потихоньку начинает разряжать. Ну и к тому же это все выглядит некрасиво, неэстетично. Поэтому вот такие вот условия. Надеюсь, вам видео было полезно, было интересно. Кому понравилось, пишите в комментариях ваши отзывы. Кому не понравилось тоже. Все, всем спасибо.